Сань, слушай, вижу, подустал. Рвани на Ибицу. Классный мальчишник в Москве. Как бы съебаться с этой вечеринки. Тима Тарасов, 9 лет залога. Тебе вообще кто операцию бы оплачивает? Я думал, я порвалюсь с этого стула. По сути, тебя нахуй послали, братан. Не по сути. Чего не хватает на мальчишника? Веселье и блядство. Как в лоб мне уебал. Это будет самая эксклюзивная майка за самый смешной комментарий. Завтра синий блок, все идем. Чувствуете? Это запах приближающегося мальчишника. Сегодня вечером я и мои пацаны будем отрываться, немного веселиться. И сделаем так, чтобы мы не могли запомнить ни в коем случае эту ночь. А будет очень весело. Мам, знаешь, куда я еду? Могу догадаться. У меня будет тебе вопрос. Есть ли какие-то запреты вообще в день и в ночь мальчишника? Пить можно? Выпивать. Хорошо. Тусоваться. В меру. Обжиматься с девчонками. На расстоянии. Понятненько. Это было мнение от моей мамы. Ну, а как будет, вы узнаете прямо сейчас. Я сейчас быстро вам покажу, что тут и кто. И все. Потому что больше показывать ничего нельзя. Мы только начинаем. Все. Забудьте. Все. Всех забудьте. Забываем. Все. Мальчишник проходит у мужиков так. Тук-тук. Зат, ты в шоу, не замерзешь? Да. Я же в шоу не налезаю. Нормально. Это кто билет подогнал? Это Антоха Мерничка спросил. Я же безработный сейчас. Мне только Антоха может перезет или Леха. Ну, а что, подожди, локомотивские не пригласили? Нет, никто не пригласил. Денег с меня не взял. Свал, брат, иди, поболей. Ну, ты просто безработный сейчас. А я и дачу. Нормально. Блядь, ну это жесткое. Это с грядки? Это вот, да, я же выращиваю. Я сейчас яблони занимаюсь. О, папинал. Дива, сюда вот. Мы сейчас поимком заглянуть. Покажу мне туда, да? Как же он сказал. Блядь. Покажи. Ааа! Я, блядь, не буду, да. После этого я сразу сниму. Я сейчас проверю. Мне нравится. Блин, они еще не знают. У нас этот выпуск выйдет вот сейчас, а свадьба после. Но как бы свадьба уже была позавчера, ребят. Я хочу, чтобы локомотив взял суперкубок. Ну, безусловно. Сколько мы не брали? Я лично участвовал в этих матчах. В суперкубках. И не удавалось никак. А если они суперкубок возьмут, то тебе причитается медаль? Нет. Типа потому, что не участвовал в этом матче? Ну, не участвовал. У меня контракт закончился от 30-го. Я уже 6 дней. Ты 6 дней безработный. Безработный. Нет, Семен, ты 6 дней безработный. Но я не понимаю, почему они не могли тебя позвать на матч? Попалить за команду. Ты считаешь, кто должен был позвать? Я считаю, руководство клуба должно было позвать. Ну, руководство, начальник команды кто-то. Ну, наверное, кто-то мог там реально. Я, кстати, об этом даже не задумался сейчас. Не думал об этом. Но ты такой вопрос задавал. Да, реально, ну, могли. Могли. Я уже молчу про то, что у тебя травма как бы и так далее. Там отдельная история вообще. Это... Ну, и рассказывать долго, если хочешь, конечно. Можем все это поднять тему. Но это такая неприятная для меня чуть концовка была. Всей моей историей о локомотиве за 9 лет. Почему? Ну, если изначально начинать с самого, то где-то, знаешь, на протяжении полгода я жалусь на ногу, были проблемы с ахилом. То есть постоянно с докторами. То есть они говорят, что там ничего страшного. Все это мы лечили в процессе, играл параллельно. Вот. То есть ты чувствовал где-то полгода назад то, что у тебя... Да, где-то полгода дискомфорт был, знаешь. А какая у тебя травма? Там был надрыв, да, можно сказать, даже разрыв. Но не полный, частичный. То есть где икроножные переходят вот в ахилу, скажите, вот это место там, пел в последнюю с Уфой, я вышел на замену. Последние три игры я играл на уколах вообще уже, потому что чувствовал, что реально больно. Ну, ты знаешь... А зачем ты играл тогда? Это было твое желание или тебя заставляли? Нет, ну не то, что заставляли, но мое желание, я такой человек по жизни, что пока вот, наверное, что-то не произойдет, я не возьму паузу. И плюс была ситуация, что у меня контракт заканчивался, я понимал, что мне нужно играть, проявлять себя, мне шанс дали только считать в конце чемпионата. Вообще, как ты отнесешься к тому, что я летом поеду отдохнуть? Без тебя. Ну, смотри, куда. А что? Почему, смотри, куда. Ну, потому что если ты поедешь в Турцию, блядь, херушки. Почему? Ну, потому что там турецкие аниматоры, блядь, непонятные люди. Як шамляр, сонисис, гюзель, аркадашка. Не, ну я, в принципе, нормально отношусь к тому, чтобы раздельно и отдыхать, и вообще проводить время. Потому что, ну вот, если мы будем нон-стопом вместе, то это будет вообще, ну, блядь, ну, надоест, короче, быстро. Это ты все хорошо говоришь. Правильно, наверное. Взрослые люди иногда разъезжаются. Да. Ну, мне не нравится идея отдыхать порознь, типа развлекаться порознь. Если ты просто едешь куда-нибудь там, поехал, я не знаю, с другом, на футбольный матч, окей. Если я поехала отдыхать с мамой на море, взяла племянницу, окей. Ну, если ты говоришь, я поеду, слушай, вот, что-то так хочется отдохнуть, поеду-ка я на неделю с своими пацанами на Ибицу. Да, блядь, вообще, ну, нормально. Да что нормального-то? Ненормально это ни хрена. Да, это абсолютно, это вообще супер. Вот если бы ты мне бы сказала, Сань, слушай, вижу, подустал, рвони на Ибицу. Возьми с собой там Пашку, Саню. Я думала, что по-другому, типа ты такой. Я бы понял, если тебя так... Я такой, я упаду в колени, и, блядь, сделаю еще раз тебе предложение, скажу, родная, выходи за меня. Хочешь свадьбу, давай. Ага, а потом опять через организацию свадьбы вот это проходить, кот. Ну, ничего страшного, мне, кстати, уже нравится. Я уже просто все бабки отдал, блядь, которые у меня были. А ты к чему этот вопрос задала? Да ни к чему, просто так, лето впереди. Ты хочешь поехать одна отдохнуть? Да я не то, что и хочу поехать одна отдохнуть, я просто поняла, что у тебя куча работы, а я... А у тебя ее нет, блядь, и ты решила такая вырваться, да? Ну, хорошо. Я считаю так. Вот, например, я тебя не ревную. Ну, иногда могу чуть-чуть. В каких случаях? Ну, блядь, профилактически. Вот, соответственно, я тебе доверяю. Если мы поставим друг перед другом какие-то изначально рамки, в Австрию едь, в Турцию нет, то тебе будет хотеться поехать в Турцию. Я тебе говорю, езжай куда хочешь и когда хочешь, абсолютно спокойно, и с кем хочешь. Но веди себя правильно. И если ты мне то же самое скажешь, то поверь мне, я и не захочу наибицу. А когда ты мне говоришь, блядь, ну что ты, наибицу собрался с друзьями? То я буду вынашивать, сука, эту мысль и когда-нибудь рвану наибицу, но так, что ты будешь думать, что мы поехали куда-нибудь, блядь, в Таллин. А ты вообще понимаешь, откуда ноги растут вот этих вот мыслишь, типа, ты наибицу с друзьями, нет? Нет, откуда? Серьезно? Да. Ну то есть, а зачем вы ездите наибицу? Ну, кто-то обхуярится наркотическими веществами, кто-то послушает классную музыку, кто-то поглазеть на телок, а кто-то все вместе взятое, еще и там устроить оргию, понимаешь? Супер, супер, отличная реклама для того, чтобы организовать отдых для пацана вдали от жены. Вы будете сидеть, постоянно смотреть на каких-то телок, потом эти телки будут тусоваться за вашим столом. Малыш, я тебе... И ты будешь с ними челкаться такой, да? Ну, блин, ну, некрасиво же, но они же у нас за столом. Я хочу настроить всех тех, кто не был наибице, если ты едешь без своих телок, то там 99% ты не найдешь нормальную телку. Все сальные, такие потные, вонючие и неприкольные телки, потому что они тусуются там каждый день, не моются ни хрена. Большинство из них употребляет там таблы, блин. А, слушай, когда ты нон-стопом употребляешь, то ни о каком сексе ты даже думать не можешь. Там чисто тусовка, музычка и все. Ну, слава богу, стало сразу спокойнее. Ну да. Я просто не понимаю, что за клише такое наибицу сразу. Наибице, например, очень классные источники, спа, например, отели очень прикольные. Ну, в Пятигорске тоже природа очень хорошая. Важал, да, блядь. Ну, вот видишь, ты меня запрещаешь, а мне уже, блядь, подсоздательно хочется наибицу рвануть. Я тебе ничего не запрещаю. Как тебе Ибица? Классно, умеешь держать слово. Классный мальчишник в Москве. Ну, ты не смог. В смысле, я мог? Я сказал, нихуя, нихуя, секундочку, бьет. Нет, подожди, тебя просто Маша не отпустил, давай мне откровенно. Нет, нет, Маша ни слова не говорил, я говорю, Амиран, ты можешь поехать наибицу? Ты сказал, все, братан, у меня куча дел, я не могу выезжать. Неправда. Нет. Вот ты сейчас лакаришься. Нет, я сейчас скрин, блядь, прикреплю. Давай. Давай. Ты серьезно хочешь? Хорошо, вот здесь сейчас будет скрин. Почему так было? Ну-ка. Потому что ты всем видом дал понять, что тебя это не устраивает. Неправда. Нет. Мы по-дружески решили поддержать, не вставить тебя в неловкое положение. Ну, хорошо, ладно, это называется так. Но, окей, я вам скажу, что, наверное, я переросся вибицу и просто мне... Да. Да. Ладно, хорошо, ты... Наверное, ты переросся вибицу, потому что Маша не хочет этого. Братан, вот по поводу Маши, у меня вообще нет никаких запретов. Ты же знаешь. Самый лучший мальчишник в моей жизни. Сидим в ресторане, пацанами кушаем, пьем сок. И все. Секунду. А что мы будем делать дальше? Знаете, мы поедем пацанами в караоке, где будем только пацанами, блядь. Машка, я не знаю, как ты это делаешь, но респект тебе вообще, конечно. Кабучка. Сука. Во-первых, Амиран сам пьет компот. Пацаны, вы выпиваете? Шампанское, как пидор. Вот. Хорошо. Ладно, Султан уже там заскучал. Султан вообще спит уже. Он ищет рейс обратный в Дубай. Как бы съебаться с этой вечеринки. Сука. Ну, блядь, ладно, это старость, блядь. Извините. Как мальчишник по-английски? Бэшлор парень. Брой, это бэстов бэшлор парень. Да, я люблю пьющие. Пивай, пивай. Пивай, пивай. Ты найдешь пивай в Дубай? Да? Братан, мы просто сейчас ждем, когда ты не пьющий. Мы ждем, когда ты уедешь, и мы поедем кусаться. Понимаешь? Да, да. Куда? Давай, для Маши расскажи. Стриптиз-клуб, наверное, да? Нет. Чего меня? Вышел на завет, получил травму. Все, у меня оба унесены на носилке. Я почувствовал, что у меня мышцы там, надрыв. Сделал сразу обследование. Сказали, что это надрыв, тяжелый надрыв. Знаешь, там, два месяца надо восстанавливать способ. Вот. Я хромал, не мог ходить. Ну, все, у нас отпуск был. Я сделал уколом специальный и улетел отдыхать тут. Вернулся и встретился с президентом. Договорились мы с ним встретиться. И вот эта встреча вообще просто. Я не ожидал. Мы очень, так, часа, наверное, полтора-два точно разговаривали. Обо всем. И очень такая добрая, душевная встреча. Вот. Но на этой встрече мне дали понять, что со мной контракт не будет проклевать. Ну, ты это принял нормально. И сегодня тебе за это обидно? Нет, нет, нет. Там дальше ситуация. Я говорю такую фразу. Команда же собирает. У меня контракт, где-то полмесяца был. Команда же собирается на медосмотр и улетает на сборы. Я говорю, Василий Александрович, можно я тогда не полечу на сборы с командой? Ну, не тяжело будет. Там, знаешь, вообще по контракту должен был там, как бы лететь. Но я предупредил. Я бы полетел на реабилитацию в Рим. У локомотива с римской клиникой запрелась все. У них контракт. Я говорю, я пока на бой занялся тогда. Мне надо заняться и найти команду там другую. Он говорит, да, без проблем. Мы все сделаем тебе и езжай. Никто не пишет. Я, пожалуй, сделал УЗИ здесь, в Москве. Знаешь? И ложись на УЗИ с полной уверенностью, что мне скажут, улучшение есть. Надо еще какое-то количество времени. Все, ложись на УЗИ. А мне УЗИ, очень хорошее здесь. Я знаю, давно, всегда к ней хожу. А она мне говорит, Дима, тебе надо операцию делать. Фу. Вот я так, я лежал на животе, переворачиваюсь. И что? Она говорит, у тебя вот здесь яма, дырочка такая, которая сама, даже если она растет сама, в дальнейшем она не даст играть на уровне. Потому что, если ты был, говорит, там, велосипедистом, где не нужно ни прыжки, ни сплетни, ни сплетни. Ну, или Месси. Да. Я взял, ну, полетели в Рим. Прилетаю. В Рим вообще ничего не говорю. Говорю, было повреждение в игре. Да. Так-то, так-то. Обследуйте и скажите мне, как лечить. Я приехал на реабилитацию, там, на две недели. И врач очень долго смотрел, смотрел. И тоже повторяет один в один те слова, которые сказали мне здесь, на УЗИ. То есть, операция необходима. Я, честно, нахуел. Потому что в нынешней моей ситуации, мне отказали, как бы, в продлении с локомотивом, понимаешь, в какой ситуации я оказываюсь. Восстановление после операции два-два с половиной месяца. Это как раз, когда закончится трансферное окно. Да, это оно еще, считай, в августе заканчивается. Вот. И вот в связи с этим я вообще просто, понимал, ну, осознаю все, что сейчас как в жопу я попадаю. После того, как мне сделали операцию, хирургом я пришел на следующий день и сказал, говорит, молодец, что решился на операцию. Потому что порвалась большая часть, там, вот этого сухожилия, да, там, и икроножник дает этот переход. Типа, когда они уже делали операцию. Да, когда он говорит, я когда ускрою ногу, я увижу, что там. И он сказал, что правильно. Я пришел попросить свой родной клуб, да, которому 9 лет проиграл, помощи. Я формально числился, я был безработным, чтобы можно было спокойно общаться с другими клубами. Это первое, что я при клубе нахожусь. Второй момент, что я мог восстановиться, я сказал, я могу восстановиться с дублем. То есть мне нужны какие-то тренировочные моменты. Понимаешь, после этой реабилитации наступает футбольная практика, можно сказать, там, да, где-то должен быть с командой. Как еще форму набирать, да, вот. Это все объясняю, на что мне за этот ответ вообще категоричный нет. Но я, говорит, там, типа, поговорю, знаешь. Вот. Ну, я понял, что нет, и разговаривать даже никто не будет, это было очевидно, и я это все прочувствую. 9 лет, блин, и такое ощущение, что типа, ну, все, контракт закончился, пошел нахер. Короче, по сути, по сути, нахуй послали в это. Не по сути, а реально. Врач отправил ему хорошо. Дима считает, что это согласование с медицинским штабом. Сейчас посмотрим, какие документы он представит. Будем смотреть, разбираться, но там есть вариант, что мы дойдем до суда. В различном трактовании того, имел он право самостоятельно идти на операцию, не получив поддержку со стороны медицинского штаба команды. Это факт. При всем уважении к нему, как к игроку, как к человеку, который отдал 9 лет клубу. Ну, нормально, блядь. Э, слушай, траву у тебя, да, да, хуй ты должен, блядь, еще билет на тебя. Смотри по телеку. Так, блядь, ни хера себе, мы копаем, блин. Мы на фотосессии осенью, 5 октября будет концерт в «Известия холл». И мы сейчас делаем фоточку на афишу. В концерте примут участие Матара и Мия Бойко. Дэн! Что мы тут носики пудрим? С тебя тоже может напудрить? Я в себя совершенен. Эх, мне бы так, такой уверенности. Ага, я тоже на себя удивляюсь. Я просто просыпаюсь вот так каждое утро, смотрю на себя в зеркало и говорю… Ты красавчик. Нет, такой хуйню я не говорю. Я говорю, сегодня будет лучше, чем вчера. И так и происходит? Да, вообще просто. Каждый день непонятно… А я знаешь, что делаю? А вот как ты сам создаешь настроение каждое утро? Ты же создаешь… Ну как, утром проснулся, если Маши нет, подрочил. Не-не, она хорошо, пусть она такая серьезная, да. В любом случае, хрен с ним, с нынешним руководством, которое не нравится болельщикам, которое допускает вот такие вот моменты непонятные, невнятные. Я уверен, что ты этот этап спокойно переживешь и еще с большей силой ворвешься, как настоящий тигр. Но, блин, за 9 лет ты много чего сделал. Стал дважды обладателем кубка, да? Трижды. Трижды. И взял чемпионство. Чемпионство бронзу, серебром. Честно, хочу поблагодарить локомотив болельщиков за весь этот период. Для меня это были, ну, наше лучшее время, потому что 9 лет, это реально, это не год, не два, это 9 лет, если так вдуматься, просто, как-то вот... Ну, это вся созданная судьба. Это больше половинция карьеры я провел в одном клубе. Это очень круто, это достоином уважения, я считаю. Вот, поэтому локомотиву болельщикам всем большое спасибо. Отдельное спасибо Палычу, все, Юрий Палыч, вам огромное спасибо, потому что этот человек меня привел в локомотив, помню, я пригласил их изначально. Вот, может быть, были какие-то там недопониманиями с ним, но это остается уже за кадром в прошлом, неважно. Я ему очень благодарен за все, что он делал, и в дальнейшем, я думаю, у вас будут нормальные дружеские, приятельские отношения. Идем дальше, мы разговариваем, мне сказали нет, хорошо. А у меня больше, знаешь, вопросов-то, я охренел, сейчас разговор длился 3 минуты, вот это начало. Мы сидим дальше, а потом мне вопрос дает в лоб, представляешь, ты такой, а тебе вообще кто операцию будет оплачивать? И тут я реально, я сел на зону, я думаю, я провалюсь с этого стула. Тараса, заслуженный игрок, 9 лет, спасибо, но, возможно, мы подадим на вас суд. Как вы считаете, вот с такой политикой, я понимаю, что клуб должен считать деньги, руководитель должен считать деньги, но он должен и прислушиваться, и чтить легендарных игроков, мы говорим не просто об игроке. Есть знаменитая фраза Лобановского, мясо надо резать по-живому. Здесь не социальное мероприятие никакое. Здесь жесточайшая история, это спорт высших достижений. И если на это не смотреть открытыми глазами, а романтическими, можно очень далеко зайти. К сожалению, мы будем руководствоваться в первую очередь вопросами и критериями целесообразности. Мы, к сожалению, не можем обеспечить более чем достойные условия для одного, и мы не можем случить с социальной подушкой для другого. У меня давление, что ли, значит, поднялось или упало. Я не знаю, у меня такое состояние было, ну, шокированное реально. Типа, а кто тебе будет оплачивать операцию? Я, ну, я говорю, клуб. С какой стати? Ну, я говорю, ну, с той, что, как бы, во-первых, мы с вами разговаривали две недели назад. Да. Мы разговаривали про реабилитацию, я говорю, ну, хорошо, ну, у вас контракт с этой клиникой, да, и я сделал эту операцию в тот момент на свой действующий период контракта, короче, контракт еще был до 30-го, а я сделал 20-го операцию. Вот, я говорю, поэтому, ну, не сразу... А какова цена вопроса именно от операции, просто чтобы понимать, потому что я, например, не знаю, сколько это может... Как ты думаешь? Ну, я не знаю, ну, что там, мышцу разрезали, сшили, да? Ну, сшили, да, ну, плюс там, стационар там, 2-3... Ну, 10, наверное, 15 тысяч евро. Ну, вот и в точку попал, то есть 10 тысяч евро. То есть 10 тысяч евро клуб зажал минимум, блядь, биздец? Я не знаю, зажал, нет, мне так ответили. Какая-то тухлая вечеринка была, что-то не хватает, знаешь, на мальчишники, мне кажется, что-то должно быть. Ну, подожди, у нас началась с чего? С ужина, правильно? Да. Вот, ужин, ужин носковый, вот у нас амиранчик сидит там, кальян курит султан, ребята, вот, стол, креветки, все дела. Чего не хватает на мальчишнике? Веселье и блядство. Я этого не говорил. Но для пацанов, для пацанов, ты, понятно, ты семейный парень, тебе уже ничего не надо, тебе ничего не поможет. Согласен, то есть надо исправлять ситуацию, да? Сто процентов. Я думаю, тебе пора с вина переходить на крепкие алкогольные напитки. Собственно, как и всем. Ребята, это не я сказал, другу отказывать нельзя. Все. В отвечай, камеры пошли. Ладно, пару инсайдов. Давай, что ты запланировал в Америке? В Америке? Да. Кстати, хорошо. Все, кто смотрит Саню из Алея, я буду делать там суперкрутой контент, шок-контент, вау-контент. Все это будет на американский рынок с американскими блогерами, с американскими бойцами. Мы будем делать там крутой кастинг. Все, кому интересно, пишите мне. Можешь email приложить внизу? Да, вообще без проблем. Пишите на email Fight4Hype. Скорее всего, я вас приглашу, если у вас хоть маломальски есть какой-то канал на YouTube, хоть какой-то контент, хоть какое-то количество подписчиков, сделаем большую движуху с блогерами. Вам понравится. Для вас это будет крутой контент, а для меня это будет возможность познакомиться с вами, ну и немножко пропиариться. Ну, все, вы ждали Аймирана у меня в выпусках. Ну вот, вы и получили, хорошо. Сразу рекламная интеграция, блядь. Ну, без проблем, братан. Баш на баш, как говорится. Подожди, я не понял. Ты что, против пропиарить? Я не против, конечно. Вот, но не появляюсь я не часто, сами понимаете, почему там как бы семья, все серьезно. Нихуя, секунду, блядь, нет, стоп. Ребята, так, блядь, хорошо. Поднимем этот вопрос, блядь. Аймиран у нас, блядь, пиздец какой занятой. У него очень много проектов. Никто не лезет в это. Хорошо. Но, братан, вот эта пацанская вот эта вот движуха, где твоя? А с кем, если все под каблуком? Никого нет под каблуком вообще, блядь. Какие пацанские движухи, когда ты потом уходишь и говоришь, блядь, они по-прежнему еще в том времени живут. Девчонки, букло, тусовки. Вообще не было ни раз. Когда ты последний раз пустил? Секунду, стоп, стоп. Когда ты последний раз жарил тёлок? Смотри, при чем здесь жарил тёлок? Подожди, у меня есть любимая. Но я жарил мясо, куда я тебя пригласил на дачу. Ты сказал, блядь, братан, я занят, работал. Правильно. Правильно. Но на дачу что? Машка? Секунду, при чем здесь это? Ну, я же тебя позвал туда. Нет, по-прежнему. Подожди. Нет, ну окей, у нас пошло выяснение на канале. Хорошо. Ты же жаришь мясо, блядь, с куликом вдвоем. Мы просто генерируем контент, брат. А меня нельзя позвать? Ну, можно, но ты же просто семейный человек. При чем здесь это? Я могу приехать один. То есть тебе не интересно, если я приеду, да? Нет, мне интересно, но тебя же Маша не отпустит одного. Ты что, гонишь что ли? У нас вообще супер отношения. Она меня отпустит куда угодно. Позови, я приеду вообще. Я тебя зову. Хорошо. Я уже забыл, что такое самому держать камеру, снимать. Привет, ребята. Я блогер когда-то был. Как дела там у вас? Нравится то, что Саня делает? Напишите в комментариях. Конечно, нравится. Нормально. Я продвигаюсь, хорошо. У тебя мамочки за 40 смотрят? Мамочки за 30, ребята за 30. Молодцы, ребята. Да нет, ты на самом деле подаешь пример, как может злачный тусовщик, жесткий, андеграунд, наконец-то стать, ну андеграунд в кавычках, такой безбашенный парень, я же его знаю, стать примерным семьянином. Макочки заставят все. Макочки заставят. Пулты, первый раз нормально одет. А что, что это? Подожди, ну-ка, подожди. Что у тебя тут? Так, это что у нас? Монтлер. Монтлер? Нормально. Сколько майка стоит? 16. А, монтлер? 50. 66 а штаны чё за штаны найки 40 короче больше 150 можно сказать вот это вот еще блин блин это женька бесплатно бесплатно 12 долларов мы разобрали блять но подожди почему так много в интернете вопросов вместе все время иду обязательно кстати скажите ваше мнение по поводу того что вот это с болельщиками выходит на связь с самым активом и то что дима сейчас после 9 лет того как он на локомотиве протасовался можно сказать вот так против травмы и там сказать свое мнение с Тарасовым разорвали контракт не разорвали не разорвали не разорвали не продлевают и типа не не хотят не вбешиваться уволить пацаны легенда легенда 7 лет играл в клубе что трависе так с Тарасовым пацаны ну реально кто бы топорку держать если не он а по поводу боленов чуваки в целом вообще всегда нужно держать связь в целом тупо когда руководство клуб типа не имеют никакого контакта с болельщиками хотя болельщики создают всю атмосферу в руках пацаны хороший анализ тима тарасов 9 лет залога все плохо победит это какая самая главная претензия что не так что хотелось бы почему сейчас локомотив и трибуна локомотива проводит 30 минут протестная и молчит Ну, потому что до сих пор нет встречи никакой с клубом, нету контакта никакого с клубом. То, что встреча должна была быть, она сорвалась по всем причинам, все это прекрасно все знают. Со стороны руководства никто актив ни во что не ставит и считают, что у них и так все-все будет. Все будут поддерживать, как дурачки и хлопать. Это не так. В активе все друг друга уважают, сейчас все хорошо в движухе, все между собой. Мы готовы общаться, готовы там находить общий язык, но пока что это просто непонятно, что происходит. Понятно. Ой, в ситуации в Самаре, когда были задержания, как ты думаешь, это брехня или на самом деле они просто не хотят давать тому огласки? Слушай, ну... ДА! 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 Сука! Славчик! 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 Ты этим клуб родной, лакомотивом, мы всех хотим, чтоб ты сегодня победили, победили! Я, например, все слышу, что кричат. Ну, как бы, реально. Вот. Поэтому это гонят, знаешь, заводят тебя... эмоции. Адреналин сумасшедший... А когда ты видишь тишина, и ты меня еще ругаешь с них, блядь, хули, молчите, типа, да? А мы-то не знаем всей этой кухни, там, и потом узнаем, что у них проблемы. А как им еще это доказывать руководству? Только вот через такие, наверное, вещи, знаешь. Хотя я тоже считаю, там, ребята ни при чем, но они же тоже не виноваты, что к ним так относятся. Короче, заебал ты меня грузить, блядь. Ты опять настроение спорта, блядь, все. Братар, я не пытался тебе спорт настроение, ну, потому что тебя это волнует, понимаешь, я-то, я тебя люблю, прям вот по-братски, у тебя есть определенная обида какая-то она сидит, у тебя есть претензии. Она есть, она есть. Я сам, когда уже просто с тобой поговорил об этом, ты мне там в двух словах рассказал, сейчас ты еще больше поведал. Я, блин, реально охреневая и не понимаю, почему так. Давай что-нибудь споем, блядь. Грустная тема, пиздец. Я видел, как ты в карауне играл. Да? С Сетем, Сетем. Да, Сетем. Мы сейчас проверим тебя. Давай, давай. Давай, давай. Говори, как ты со мной. Спокойно. Ай, не сейчас. Я не смотрю. Да, ты мне пальцы показал. Ты что, дурак, посмотри на меня? Настя, я тебе говорю, я не смотрю. Показал. Показал. Сука. Смешно. Ну, у нас кольца одеты, так же. Мы просто смотрим. Мы просто смотрим. Ну, как бы, их можно еще и вот так вот и снять. Если что, лайфхак. Так, вот раз и все. Все, и все. И так. Аккуратно? Да, все. У вас есть возможность написать в комментарии, может быть, смешную профессию для Димы. Может быть, какую-то там, ну, изъебнетесь немного. Может быть, реально достойную, которую он может заняться после того, как он там когда-нибудь закончит футбол. Сейчас он безработный. У него даже нет клуба. Но он пообещал, что он купит майку, сзади набьет Тарасов 23 и распишется на ней. Это будет самая эксклюзивная майка за самый смешной комментарий. Нет. У меня майка-то есть дома. Они есть и чемпионские. Я могу на них подписаться. На них? Я подумал. Да, у меня же есть майка, конечно. В общем, давайте дуйте в комментарии, где мы сейчас безработные и какая бы работа ему больше всего подошла. Самые смешные и остроумные. Я знаю уже несколько вариантов. На Дом-2 иди. Так, дальше. 100% напишу. Монолыжник. Потом этот. Иди на борьбу карате, кикбоксинг, бокс, короче, по-любому. Дом-2 сто процентов. Дом-2 по-любому. Дом-2 по-любому. Потом этот еще будет. Бэйби-ситтер, няня, 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 брат. У тебя хорошо с ребятками сейчас получается отдыхать. Петь скажут по-любому. Ребят, я хочу, чтобы вы вот как посмотрите, написали мне в директ, кто нуждается, переведу денежку. Каждый час буду выбирать кого-то и отправлять. Напишите на что вам и я вам помогу. Все, погнали. Буду читать сейчас. Паш, с высоты прожитых семейных лет, что ты можешь сказать на этот счет? Тебе честно? Да. Может быть мне повезло, я не знаю, но это лучшее, что со мной произошло, бро. И вот можно миллиард, миллиард. Теперь без камеры. Нет, реально. Были там мои сложности и все остальное, но вот если отмотать назад, я бы хотел, чтобы все прошло так, как оно прошло сейчас. Возможно, да, учитывая, сколько людей жалуются на этот счет, может быть мне повезло. Но у меня есть такое ощущение, что у тебя тоже будет все отлично, бро. Блин, ну на самом деле, вот я Пашу знаю с детства, с первого класса, и у него прекрасная жена, двое детей, и у них, на мой взгляд, ну по крайней мере с моей стороны, не возникало никогда никаких проблем. Я думаю, блять, ну неужели так возможно? И реально, когда я тусовался, зажигал, там тусил с разными девчонками, я смотрел на них и думал, ну неужели такое вообще возможно? И мне кажется, что… Не возможно. Нет, сейчас мне кажется, что, ну наверное, у меня такое будет, реально. У меня такое происходит. Когда ты меня с Машей познакомил и рассказал мне о своих чувствах ей, я впервые подумал, что, блин, походу это реально оно. Все предыдущие разы как бы, ну… Ну да, такое себе было. Поэтому все, что сейчас происходит для меня лично очень закономерно. Юрочка, ну… Я вообще в этих делах не разбираюсь, я вообще не понимаю, о чем… Ну а тебе хочется когда-нибудь обзавестись семьей или тебе похуй? Ну, это никак не связано со свадьбой. Братан, ну, знаешь, учитывая, что у тебя есть Rolls за 50 лямов, я думаю, тебе будет крайне тяжело. Ну да. Ну да. Я буду тихонечко мучаться, чувствую, что я вижу. Ну ладно. Ну, мучайся дальше, что я могу сказать. А белый лепень на пруду, качает вашу звезду, на том пруду, куда я… Скажите смешную историю, наверное, про эту песню. Давай. Я когда слушаю, всегда вспоминаю сестру, короче, я был маленький, сестра у меня старше на 5 лет. И мы с родителями всегда, у нас родители ужинали там, потому что там все вечером, все вместе садились. И родители готовят на кухню, а мы сестра дурачиваемся в комнате. И играет эта песня по телевизору. А я маленький, я не помню, сколько лет было. И сестра поет, а белый лепень, ну, качает павшую, пизду поет, короче. Она? Да. Я-то вообще не понимаю, что, ну, как маленький, ее не доверял. И я, бля, ха-ха-ха, мы смеемся, короче. Ну, ну, а у меня папа очень строгий был, садимся небесно. Вот. И идем за стол, короче, садимся, кушать. Я вот так сижу здесь, пахан святого и стола. Мама накрывает на стол сестра. И как сейчас помню, пюре или что-то было с сосисками. И кушаем, и сестра начинает петь за столом песню. А мы, знаешь, ха-ха поймали, ржем, короче. И я пою, качает павшую, пизду, и мы ржем, короче. И я смотрю на папу, он не смеет, никто не смеется, ржем, вообще охуели. Он пахан такой, берет ложку вот так, облизал ее. И как в лоб мне уебал. И выгнул за стола, сказал, пошел. Я в углу с сестрой стоял, короче, часа два, пока... И не понимал. И не понимал, я реально не понял, что за фига. Мы всегда вспоминаем об этой истории. Машина в списках, можно без досмотра, сказали. Организатор. Пожалуйста. Там же пусто. У тебя просто надо спасать. Кто тебе сказал, я немножко открою багаж. Радиацию проверяет, брат. Костыли. Закройте? Да, я закрою. Потом, как нам попасть, спроси там... Дальше. Нажмите на кнопку. Нажмите на кнопку. Не получается, нажмите на кнопку. Закройте, да. Я Машу продал. Кто? Вон. О, пацаны, приветствую. Это будет отличным началом сезона, если локомотив сейчас просто вот так вот... Пуп-пуп. Так, а вот так выглядит камера у операторов. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Не устал еще? Пока нет. Ну ладно. Давай там нормально застеми, чтобы было красиво, чтобы было показать. Вот кубок. Как выглядит кубок? Покажи. Ну-ка. Красивый какой. Какой зум. Вот это хорошо. А можно какую-нибудь девчонку навести и на грудь зум сделать? Жек, а твой прогноз? Бро, только локом. Только локом. Только локом. Не, понятно, но как думаешь? Вот смотри. Жду от Смолова Барка. От Дохи и Лёхи. Все. 3-1 делай. 3-1, хорошо. Я хочу, чтобы хотя бы 1-0 и все. Бара, давай, Бара, ну. Так, новички подъехали. Гиля! Вот, пацаны готовы. Берлинчуки! Они не отвлекаются, Барда. Они все, они с полной концентрацией, полной концентрацией. Их не отвлечу, Барда. Ну, интересный, интересный состав. Спасибо, спасибо, пацаны. Спасибо. Привет. Здорово, пацаны. Барда! 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 Барда, бацанок, блядь, я-то. А ты на камеру знал, что ты сказал на этом? Я сказал, когда счет был 2-1, что сейчас Лока 2 забьют. Ты не сказал, что Барадюк его забьет. Не сказал. Свести давай. Все. Ваше! Ну, я тебя поздравляю. Если бы не ты, то Лока би кубок нa взял и суперкубки не принял. Лока красавчике! Субтитры сделал DimaTorzok